МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жилищные условия уже в этом году. Ученые, путешественники, художники бороздили просторы Вселенной. В Бийске прошли библиосумерки. Гипотез много. В Бийске опять загорелся исторический памятник. С этого и начнем выпуск. Итак, мы начинаем. В Бийске горел старинный особняк. Исторический памятник – дом Хакена. Расположенный в старом центре города на пересечении улиц Льва Толстого и переулка Двойных пострадал от огня. О пожаре очевидцы без промедления сообщили по телефону 101. Сотрудники МЧС оперативно локализовали пламя. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Есть версии, что в особняк забрались лица без определенного места жительства и, вероятно, развели костер, чтобы погреться или приготовить пищу. Это один из замечательных домов Бийска. Он был построен в 1900-м. Но есть другие сведения, что в 1903 год. Александр Иванович Хакин, известным бийским купцом. Родом он был из Владимирской губернии, мещанин Владимирской губернии. И, как и многие из этой губернии, он приехал в Бийск, занялся бизнесом. У него был крупный галантерейный магазин, где продавали и платья готовые, костюмы, уже входившие в моду прей-де-порте, так называемые. Торговал музыкальными инструментами и даже порохом. Основняк в стиле эклектика в годы войны становится эвакогоспиталем. В советское время здесь располагался хозяйственный магазин и отдел канцелярских товаров, а также абонемент Центральной городской библиотеки. Как отмечают сотрудники музея, от пожара дом Хакина пострадал незначительно. Пламя охватило одну комнату, внутренний интерьер, деревянные лестницы и двери целы. Здание построено по всем правилам того времени. При работе использовался отборный бросовый кирпич. Все это говорит о том, что исторический памятник простоит еще долгое время. Однако однозначное мнение историков. На дом Кубца Хакина стоит обратить особое внимание. Он нуждается в реставрации. Катастрофа века. Сегодняшняя дата в истории ознаменовалась как День памяти жертв радиационных аварий и катастроф. По всей стране вспоминают трагические последствия событий, которые произошли на Чернобыльской атомной электростанции. Торжественное мероприятие в память о погибших сегодня прошло и в Бийске. На обелиске звонницы жертвам радиации. Мы здесь размещаем всех участников ликвидации аварии города Бийска, которые были призваны из Бийска. И вот на сегодняшний день здесь уже почти 150 человек. Внесены как умершие. Но погибших у нас, скажем так, во время ликвидации таких людей не было, потому что из Бийска туда прибыли немножко позже при формировании Топчихинского полка химических войск. Вот комплектовали этот полк. Бийчане, Барнаульцы, близлежащие районы и были направлены на ликвидацию. С момента страшной аварии на Чернобыле прошло уже 35 лет. Она случилась 26 апреля 1986 года. Последствия техногенной катастрофы были колоссальными. Для ее устранения потребовалось привлечение огромного числа сил и средств. По данным военного комиссариата, только из Бийска в Чернобыль было отправлено порядка 300 человек. Сейчас уже половина из них ушли из жизни. По большей части наши земляки занимались дезактивацией объектов на самой станции и в 30-километровой зоне от нее. Уничтожали объекты, которые не подлежали восстановлению, а также отмывали территории эвакуированных населенных пунктов. Кроме того, дезактивацию и уничтожение обломков после взрыва проводили и у чернобыльского саркофага. Такая большая память. Общее горе, действительно, общее горе. Это же такое, столько погибло людей, столько это. Просто не прийти, это просто невозможно сюда не прийти. Отдать им память, у кого есть сердце, у кого есть душа и боль в сердце от того, что столько людей погибло, это просто не обходится. У меня муж в Чернобыле был. Светлая память ему. Оживаем всего доброго, чтобы подольше жили. Мой брат родной, он участвовал в Чернобыльской. Год назад как умер, еще нету даже года. Мы с женой пришли сюда. Молодцы наши мужички были, не бросили, не отказались, поехали туда. Это мой муж, мой муж. Тяжелая боль, очень тяжелая боль. Без сход нельзя говорить. Никодин, я желаю, чтобы мирно был на земле, а им всем светлая память, светлое местечко. В Мейске провели первый масштабный субботник. Он прошел в районе Зеленого Клина. От мусора очистили территорию парка, а также береговую линию. Теперь главное сохранить эту чистоту. Почти два часа ушло у бейчан, чтобы навести порядок. Мусора было собрано несколько десятков мешков. Его сразу же вывезли на полигон. В этот солнечный день грабли в руки взяли предприниматели, представители администрации, спортсмены, студенты, а также жители микрорайона. Совместными усилиями удалось сделать еще один уголок родного города чище. Были собраны разбросанные бутылки, пластиковые упаковки и различный бытовой мусор. После плодотворной работы участников субботника накормили гречневой кашей. На месте работала полевая кухня. Отметим, что это только начало. Впереди еще уборка лесопарковой зоны АБ и других территорий. С 1 мая в Биевске запускают движение по садоводческим маршрутам. Сегодня на транспортном портале опубликовали расписание движения. Все автобусы начинают свое движение с конечной остановки вокзал. Количество рейсов в расписании пока незначительное. Но с 1 июня интервал движения сократится. Стоит отметить, что, как сегодня сообщили в диспетчерском центре, стоимость проезда по некоторым маршрутам изменилась. При этом все льготы сохранены. Мы продолжаем и вот о чем расскажем дальше. Новоселью быть и сколько бийских семей смогут улучшить свои жилищные условия уже в этом году. Ученые, путешественники, художники бороздили просторы вселенной. В Бийске прошли библиосумерки. Бийск. За новыми весенними куртками и ветровками по оптовым ценам идем в Ермак. Митрофаново, 35, остановка вокзал. Сегодня в Бийске молодым семьям начали выдавать сертификаты на покупку жилья. Их будут вручать еще на протяжении трех дней. В общей сложности в этом году улучшить свои жилищные условия смогут больше 300 семей. И на сегодняшний день «Наукоград» является лидером по количеству выдаваемых сертификатов. В этом году, наверное, самое значимое событие для нас и для вас, и для нас всех. Мы практически решили вопрос. Это постановка, соответственно, включения семьи в программу и уже на следующий календарный год получение сертификата. В следующий год мы очень надеемся, что финансирование будет в необходимых объемах и процесс получения сертификатов, реализации сертификата займет всего-навсего один календарный год. Сама программа обеспечения жильем молодых семей в Бийске работает уже 15 лет. Ее запустили в 2006-м. За все время выдано больше полутора тысяч сертификатов на общую сумму 966 миллионов рублей. Доля городского бюджета составила 265 миллионов. В этом году на реализацию программы направлено 30 миллионов рублей. Сегодня приступили к выдаче сертификатов. До конца недели их счастливыми обладателями станут 307 семей. Социальная выплата у всех разная. Наибольшую сумму получат, конечно, многодетные семьи. Кто-то погасит ипотеку, а для кого-то эти деньги станут первоначальным взносом при покупке жилья. В администрации отмечают, чтобы деньги не сгорели, воспользоваться выплатой нужно своевременно. Основное, что хочу обратить внимание, это на соблюдение сроков реализации свидетельства. То есть у вас один месяц на сдачу свидетельства в банк и пять месяцев на реализацию свидетельства. Я вас настоятельно прям призываю соблюдать все эти сроки. В Ибийском краеведческом музее после реконструкции открылась экспозиция Зала Победы. Обновилось не только оформление зала. Кроме новых экспонатов открыты новые разделы, рассказывающие об истории Ибийска и подвиге бичан в годы Великой Отечественной войны. У нас появились новые разделы. Это поисковая работа. Мы никогда ее в постоянно действующей экспозиции не показывали. Чаще мы показывали эту поисковую работу во время музейных ночей или сумерок, какие мероприятия у нас проходили по этой тематике. Поэтому зал обновился, фотографии стали, фотографий появилось очень много, предметов появилось много интересных. В общем, история Ибийска во время войны, тыл Ибийска, все это представлено в этом зале. Мы в витрины поместили экспонаты, которые раньше, десятилетиями вообще, наши граждане, жители города Ибийска, гости города Ибийска не видели никогда. То есть постарались максимально из фондов, из фонда хранилища, максимально выбрать предметы, подходящие под период Великой Отечественной войны. Это как, в принципе, собственно говоря, военные предметы, оружие, элементы снаряжения, экипировки, в том числе вещи, найденные на местах боев когда-то разными группами пионеров, следопытов, так и вещи сугубо гражданского обихода. Зал Победы открыли в историческом отделе Ибийского музея в 2005 году. Во время ремонта здания его пришлось закрыть, а часть экспозиции демонтировать. Изначально восстановленный зал планировалось открыть к 75-летию Победы, но вмешалась пандемия. Сегодня бичан и гостей города в обновленном Зале Победы ожидает много нового и интересного. Появились детали, создающие особую атмосферность военных лет. Например, бюст отца народов, генералиссимуса Сталина. Напомним, что он был найден в Бийске в прошлом году. Почетное место в зале, как символ Победы, по-прежнему занимает замок от Рейхстага. Маршрут построен в Бийске. В седьмой раз прошли библиосумерки. В этом году они логично посвящены космосу. Библиотека имени Василия Шукшина на один вечер превратилась в космическую станцию. А читальный зал, абонемент и даже фойе в модуле. Колумбус, Юнитин, Галактика. О том, как интересно провести время в библиотеке, узнаете прямо сейчас. С 2014 года в Бийске проходит библиосумерки. И каждый год это не просто мероприятие для галочки, это событие, которого ждут. В год 60-летия со дня первого полета в космос библиотека на один вечер превратилась в космический корабль, который не просто бороздит просторы Вселенной. С Новым годом Вселенной, 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 Вселенной За три часа посетителям нужно было облететь четыре модуля, встретиться с основателем первой в мире компании по космическому моделированию Николаем Тычинским, С молодыми учеными предприятия, где разрабатывают секретное оружие. Поучаствовать в космических баттлах, встрече с неземным художником Романом Величко, мастер-классах, показе мод и, конечно, заглянуть на астероидный пояс познавательных книг. Мы представили самые лучшие, самые редкие книги из фондов нашей библиотеки о людях, о космонавтах, об их подвиге. И, конечно, книги Юрия Гагарина широко будут освещены. И продемонстрированы. А у нас есть космическая фантастика на абонементе представлена. У нас есть книги, авторы, которыми сейчас уже являются фантастопредсказателями. Те, которые предсказали нам будущее, смартфоны, ноутбуки и так далее, средства научно-технического прогресса. Немецкий мессер, английский спидфайр, аэрокобра П-39 в модуле «Звезда» представили модели самолетов. Автор Виктор Мишенин свою первую коллекцию собрал еще в 1982 году, когда учился в Ленинграде. Переезд на Алтай, работа, семья не охладили пыл конструктора. Все свободное время он продолжает собирать не модели, а историю. Ну, в основном собираю самолеты Второй мировой войны, как противоборствующих сторон. Ну и также наши отечественные реактивные самолеты. Масштаб у меня консервативный. Я как вот начал собирать их 71 к 72, то есть 72 раза меньше. Вот и собираю до сих пор. Это берешь пластмассовые детали в коробке, обрезаешь их, склеиваешь. А после, когда все это аккуратно зачистил, чтобы нигде не было швов видно, красишь. И в результате получаются такие вещи. Вещи очень хрупкие, играть ими нельзя. Не обошлось и без непризнанной учеными, но столь любимой обывателями астрологии. Местная прорицательница предсказала будущее каждому посетителю. И если горожан больше интересовала собственная судьба, то съемочная группа бийского телевидения узнала о главном. Прошлый год ознаменован был шестью затмениями. Это самое большое количество затмений, поэтому он у нас такой был сложный, негативный. Этот год переломный, и нас ожидает новый двухсотлетний цикл. И с этого года он начинается. Так что все у нас будет хорошо. Пандемия, конечно, в этом году не закончится. По астрологическим прогнозам она где-то весна 2022 года. Да, но уже пойдут кардинальные изменения. Мы их с вами сами чувствуем. Конечно, будут еще и всплески, и падения, но все-таки уже процесс необратимый. И мы справимся. Никаких тихо должно быть в библиотеке. Посетителям не просто разрешали, а одобряли громко выражать свои впечатления и эмоции. Что они и делали. Три, два, один, поехали! Ксения Цапко, Иван Зяблицкий, «Будни». А теперь самое время рассказать о погоде. Спонсор прогноза погоды – медицинский центр «Гармония». 27 апреля в Бийске будет пасмурно. Ожидается дождь, ветер переменных направлений слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха будет высокой. Магнитное поле Земли спокойное. Ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 9, плюс 11. И это все новости на сегодня. Всего вам самого хорошего. Напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях, в группах «Бийск мой город», на ютубе, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» – bwork.ru. Субтитры создавал DimaTorzok